В Ленёвской детской библиотеке подошла к концу очередная насыщенная событиями неделя. Медовый спас стал поводом поговорить с детьми о старинных русских традициях и своими руками изготовить целый пчелиный рой. Для ребят, не разъехавшихся из Ленёва в оздоровительные лагеря и в деревню к родственникам, библиотека стала излюбленным местом досуговых занятий, которые не повторяются и имеют недельный цикл. И если в июне дети в библиотеку приходили организованными группами со школьных площадок в сопровождении педагогов, то в июле и августе ребятишки приходят самостоятельно, приводя с собой братьев, сестёр и друзей. Здесь и знакомятся, и играют, и читают вместе. Они приходят сюда каждый день, в 12 часов у нас начинается какое-либо мероприятие. И уже много лет у нас это расписание не меняется. Но, например, понедельник – это день громкого чтения. В этот день мы читаем какую-нибудь книгу, обсуждаем её. Иногда мы читаем несколько книг. Если повезёт, это будут новые книги. Вот как, например, на этой неделе мы читали новые книги, например, знакомились. А вторник – день тихих игр. В этот день мы стараемся играть тихо. Обычно словесные игры, но они превращаются, бывают, в шумное веселье. Это обычно словесные развивающие игры. Например, вчера мы играли в словесный волейбол. Или, например, разношуточные игры, которые вроде бы шуточные, но на самом деле они позволяют детям как-то расширять свой лексикон, кругозор и лучше говорить. Среда – день полезной информации, когда проводится обзор детских журналов, иногда архивных, на разные темы, которые заканчиваются викториной. И если ребята внимательны, то без приза не уйдут. Вот и в эту среду для ребят библиотекари приготовили исторический экскурс к традициям празднования на Руси праздника Медовый Спас. Согласно преданию, в день Медового Спаса сладким лакомством старались угостить абсолютно всех. Знакомых, близких, родных, незнакомых людей. И также мед подавали нищим людям, которым нечего кушать. И даже была такая пословица – в Медовый Спас даже нищий медку попробует. Дети активно включались в диалог и искренне делились своим опытом и воспоминаниями. Новую информацию слушали внимательно, заинтересованно задавали вопросы о целебных свойствах меда и были готовы делиться впечатлениями. Пчелиный мед обладает свойствами, снимая как внутренние, так и внешние воспалительные процессы в организме человека. Да, то есть если что-то у вас воспаляется, то тоже при употреблении меда это быстренько ваши болезни начинают проходить. После разговоров и чтения полезной информации – смена рода деятельности. С восторгом дети поддержали идею изготовить пчелок-тружениц. Под руководством Татьяны Николаевны Зоткиной ребята приступили к делу. Кто-то из бумаги, а кто-то из пластилина. Ребята создавали свой образ пчелы. Мне больше всего нравилось пчелу лепить. У каждой пчелки, наверное, свой характер. Твоя какая пчелка? Добрая. А еще? Красивая. Самая главная черта пчелки – это какая? Тодолюбивая. У меня вот такие. Замечательная пчелка. Как ее зовут? Майя. Красивая. Пчела собирает мед и передает другой пчеле. Она 140 раз перерабатывает его и ложит в улей. Так и получается мед. Он был оранжевый какой-то, светло-оранжевый. Он был очень жидкий. И я его ела с блинами. Дети делились как опытом собственных наблюдений, так и информацией, полученной в детской библиотеке из тематических мероприятий и книг. Я каждый день сюда хожу. Зачем? Почему? Ну, я беру книжки, сдаю их и хожу на эти мероприятия. А про пчел много ты узнала все-таки здесь, да? Да. И папа мне некоторое рассказал. Запомнила сегодняшнее мероприятие именно тем, как бы, что мы делали сами пчел. Моя пчелка добрая, отзывчивая, всегда готова прийти на помощь. Вообще, как бы, я, ну, не очень часто бываю в библиотеке, но на мероприятия я очень люблю ходить на такие. Беру здесь книжки иногда, очень интересные. Я пробовала мед, он был жидкий, и я в основном его пила с чаем, когда болею, там, ну, вообще вкусно. Мне сюда нравится ходить, потому что, ну, здесь интересно, здесь всякие разные мероприятия проходят. У меня нет любимых книг, нам по школе задают книги, мы читаем, берем. Ну, ты уже из списка школьной литературы, ты уже все книги прочитала за лето? В этом помощником тебе наверняка была библиотека, да? Да. Я хожу сюда часто, потому что мне нравится все делать. Мы играем в разные игры, вырезаем, делаем свои поделки. Сегодня мне больше всех понравилось вырезать пчелок и разукрашивать их. Я хожу в библиотеку каждый день, тут всегда много чего интересного. Мы уже делали бабочек и много чего еще. Нам, у нас тут есть, ну, тут привозят новые книжки, нас тоже сюда приглашают, и мы тут есть, ну, и мы их обозреваем. Вот, и тут еще есть эти. Викторины мы в них играем и получаем призы. Я узнала то, что в, ну, то, что 14 августа обкупываются в пруду, и тогда отечеют от себя все грехи, еще едят священный мед. В церковь несут, его там просвещают и ставят в темное место куда-нибудь, а потом, когда, ну, в какой-нибудь день достают, когда вот у тебя какое-то горе или тебе плохо, достают его и едят ложку и говорят то, что все снимается. Сообща, дружно, ребятишки изготовили подсолнух и разместили своих пчелок на нем. Не остались они и на этот раз без подарков. Своих пчелок ребятишки приклеили на соломинки и по окончании мероприятия унесли домой. В ходе разговора выяснилось, что Лиля – именинница, и ее библиотекарь отметили дополнительным подарком. Сегодня у нас не только праздник, а еще и день рождения Адовой Лиды, поэтому мы сегодня ее поздравляем. Желаем Лили всегда быть такой активной, веселой, всегда такой, как мы ее видим в библиотеке, каждый день этим летом. Спасибо тебе, Лиля, всегда такой. Поздравляем, любите что-то. С днем рождения! С днем рождения! Остаток недели ребята также провели и с пользой, и с удовольствием. В четверг изготавливали научный дневник наблюдений за природой в оставшиеся летние дни лета. И нехитрым способом краски лета собирали прямо на природе. В пятницу – день просмотров фильмов с обсуждением и викторинами, а иногда и вкусным угощением. На прошлой неделе день просмотров у нас был тематический. Мы смотрели маленькие фильмы, ролики и смешные, и познавательные об арбузах. Потому что это был Всемирный день арбуза, и вся эта тема у нас была и в видео, и викторина, и закончилось поеданием героя дня. Ну вот, в общем-то, есть дети, которые мы очень благодарны нашим читателям, которые нас активно ходят. Это вот есть Юлия Минина, Юлия Тимофеева, вот они со мной рассказывают. И вот сегодня, например, Юля пришла одна, обычно еще проводит маленькую сестренку. И занимается сама с ней, помогает ей. Ну, так что нам не скучно летом, весело. Приходите в детскую библиотеку каждый день в 12.00. Здесь вам всегда рады. Наш выпуск подошел к концу. О своих новостях сообщайте нам по телефону редакции 3-35-08. Мы по-прежнему работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова